Международный проект «Таланты России» прошел в формате онлайн-концерта. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» также прислал на суд жюри записи своих выступлений. В результате старшая и младшая группы ансамбля, а также отдельные солисты коллектива, стали победителями и лауреатами проекта. Очень важно и очень ценно для меня, как для руководителя, преподавателя, что именно жюри этого конкурса «Клён Медиа» прислали и рецензию на каждое выступление. Это и уровень профессиональный, это то, что дает движение вперед. Члены жюри проекта – профессора, народные и заслуженные артисты России. Многие считают, что участвовать в конкурсах дистанционно очень легко. На самом деле это сложнее очного выступления, где есть живые эмоции, энергия и задор народной песни. Народное искусство, оно в современном мире считается неформальным искусством, да, и тем более в современных наших условиях, где идет со всех сторон музыка иная, и тем ценнее выступления ребятишек, которые занимаются этим искусством, искусством наших предков. Народное творчество ансамбль «Горница» не ограничивает только песнями. Часто участники коллектива сопровождают свои выступления танцами и игрой на музыкальных инструментах. Мне запомнилось в концерте то, как нас записывали, как мы готовились, и само собой выступление. Он дал опыт, ну, так сказать, на концерте сдерживать, ну, держать свой голос. То есть в этом конкурсе все оценивается серьезно. И чтобы получить хорошую честь, хорошее знание и знание о концерте, как надо петь, лучше стараться и пытаться. Именно этот конкурс запомнился тем, что у нас было достаточно яркое выступление, по моему мнению, как мне показалось. За победу в проекте «Таланты России» образцовый ансамбль народной песни «Горница» получил предложение о гастролях по России. Концерты запланированы на лето 2022 года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.